итак мы продолжаем короче флаг и послушал эту песню и он говорит отчетом такого просто мемная песня сука флагерь ты мне завтра это скажи когда ты ляжешь спать и у тебя в голове будет звучать эта песня и ты будешь во сне ну во сне засыпая еще бред напевать я не одну ночь засыпал под эту песню которая пелась у меня в голове моим голосом поэтому подумайте подумайте дважды трижды я чем бреди и слушать она вам не надо а это ты независимый исследователь вроде я так а что на этот раз на к привет когда встречаешь такого надежного партнера как ты сразу хочется нанять его на полный день ну чтобы он помог забрать а больше зацепок усыхание чего новые сегодня я к тебе по другому делу если честно это скучное рядовое задание вооруженных сил но если не выполнить его в срок мои исследования застопорятся понятно ну так что взвесив все за и против я порекомендовала им тебя теперь ты можешь участвовать в обороне шию и это бездна это ребят она оборона шить и она самая он выглядит как офицер и занимок которому не стоит доверять помолчим по дороге несется грузовик у которого отказали тормоза перед ним 10 нарушителей перебегают дорогу на красный а на обочине стоит законопослушный гражданин кого ты спасешь иди нахер блять с такими вопросами просто чтобы вы понимали обычно эти 10 нарушителей которые перебегают дорогу на красный это блять бабки утром которые несут свои вот эти помидоры и огурцы на продажу вот кого продаем смысле сюда то я ходил как бы ну вот сюда в нулевую каверну пупу-пупу спасаем 10 бабок или одну косплеершу кого спасаем чат грузовик несется прямо на толпу нарушителей поезды бы ты мог изменить его направление куда бы ты его направил на десятерых нарушителей перебегающих улицу на красный именно 1 законопослушного гражданина хам болеть алло вы чё там хорошо у нас 10 граждан это 10 бабок которые с утра везут свои огурцы и помидоры продавать на светофоре стоит условно косплеерша которая едет на аниме фаст и она косплеит акулу кого давим чат вы чё пишите кого мы давить будем кого-то давить нужно ебать а можно же бред можно можно же самому прыгнуть под грузовик и исекайнуться где этот вариант где а его нет а что вы сделали вы да я бы хотел исекайнуться в натуре грузовик несется это она это она это то что нам нужно лично но шпинат к тебе вопросов нет понятно тут как бы г.г. но чтобы ты тут выбрал просто ебаня и огурцы на продажу несут вот они блять а чел который мне вот если бы если бы если бы если бы если бы мы говорили о реальной жизни вот прям о реальной жизни вот прям у реальной реальной жизни если бы в реальной жизни вот прям такое произошло я вот как раз таки тот самый ебанутый человек который за свою жизнь я на красный наверное проходил только когда мне было 16 и тогда было наверное 4 утра и машин там вообще не было ну ситуации ну ты идешь на перекрестке останавливаешься там бред 4 утра нахуй ни одной машины ну нет вообще перекресток две улицы да и нет ни одной машины вообще ниоткуда никуда они просто не едут люди спят люди нормальные хорошо и ты смотришь вообще никого нет но в такой ситуации я перейду дорогу вот но по жизни я на красный вообще бред никогда не переходил потому что в себе это я уверена вот какие тормоза там в машинах и прочее поэтому я бы ну если мы говорим о реальной жизни то я бы спас одного человека который просто стоит вот ответ неверный у гандон ответ верный это бабки которые несут огурцы на продажу верный ответ броситься грузовику на перерез и пожертвовать своей жизнью а пошел бы ты нахуй рональд я этот вариант и еще сказал это был мой первый вариант детки привет это был мой первый блять варианта но его не дали мне выбрать я хотел исекайнуться и почему в итоге мой ответ неверный режим ралли а я ним что-то слышал думаешь я шучу тогда тебе здесь не место пересмотрелся своих иссякаев сюк оборона шию и это регулярная зачистка областей в нулевой каверни понятно фигурально выражаясь мы бросаемся на перерез несущемуся грузовику и иссякаем ся то есть каверни и истребляя монстров собственной грудью защищаем всех жителей ньюэриду ох я поставил коров кругер ты на уведомления я поставил ремикс руку руб болеть на будильник я максимально конченый куру-куру поставил на будильник и он меня будет уже три три месяца болит и это проблем не мои танин я предлагал то что ну аниме косплеерша которая косплеит акулю она важнее 10 бабок которые огурцы хотя это сложно это сложно в моем понимании вообще если человек что-то там где-то нарушает то он ебать должен быть готов к тому что его за это выебут собьют придавят и прочее 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 ну типа если ты ебанько уходишь на стройке без сказки ты должен быть готов к тому что тебя убьет ебать кирпичом по голове если ты переходишь дорогу на красный ты должен быть готов к тому что тебя собьют так что ну мой аргумент на тему того что нужно было спасать того чела который стоит 11 блять на красный он аргумент верный потому что те ебантяи которые перебегали на красный в десятером они раны или поздно сдохнуть ну ало они ебануты они где-то там как-то там либо на работе либо где-то еще у них нет чувства самосохранения априори я просто работал на таких блядь работах где можно было на сантиметр сдвинуть свой рукав типа куртки и тебя намотает и ты будешь фаршем на вот я понимаю что многим кто там в офисах работает и прочее прочее ему это непонятно но когда ты работаешь на такой работе где тебя может просто намотать и превратить в парш ты начинаешь понимать что блять вот вроде бы вот эти законы ебанутые да они вроде как наверное людей спасают они для чего тоже нужны же ведь да а так и оказалось они или для чего-то нужны они поэтому бред ребят и если кто-то из вас то не вообще-то какой-то да согласен если вы хотите продать свои огурцы пледу хотя бы на светофоре блять постойте нормально да слишком много матов слишком много никоматов у нас никомата поэтому ок да ерунда какая-то но это дескли написал это не я мы ответим его фразой тебя рекомендовала рей а это значит что ты один из лучших независимых исследователей даже если грузовик не остановится ты можешь своим телом замедлить его движение а я номера и она прям не две папки даже с ней есть так что я помолчу успокойся это конечно шутка однако она передает суть обороны шею и нарушение техники безопасности на производствах это смерть да там просто обычно как бы так правильнее это писать смотри ровер я работал с напряжением 10 киловольт да и чем старше становится электрик тем он становится более уверенным в себе а это бред ни в коем случае недопустимо малейшая ошибка малейшая и ты труп ну ты нет в руку труп это да тебя что-то остается вот в том случае тебя типа вообще ничего прям не остается вот я несколько раз из-за себя же чуть нахер не подох из-за своих просто недосмотров потому что ну там же ситуации когда там же другие должны были проверить правильно а поэтому мне перепроверять не нужно после них и ты начинаешь работать берешь ключ начинаешь его приближать к трансформатору маленькому маленькому небольшому который стоит на грейфеном крайне условно да и тебя там ебашит дуга от этого трансформатора и отбрасывает на метр ты в охуях сидишь еле живой то я вообще не доверяю ни людям никому ничему в этом мире доверять нельзя когда от этого зависит твоя жизнь поэтому вот эти ебанутые люди которые перебегают на красный они как бы удачи выжить что ли так а если это тебя не смущает отправляйся в тренировочную область цена сбора вопросы ну типа понятно что они там за то что они якобы что-то проверили они поставили галочку до условно свою роспись и если с тобой что-то случится конкретно ты умрешь они отсидят срок выйдут и все вот тебе будет конкретно на это похер потому что конкретно тебя уже не будет вот и об этом как бы стоит иногда задумываться это прям очень очень важная штука мэри пейбет да мы вчера выезжали со двора и пацан на велике кинулся под машину да 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 вот эти вот ребята которые думают что их все прям видят они все становятся затормозят и все бы то отлично так ладно вопросов нет отлично не бойся не боюсь ровно перерывает тонкими окрик а роланда прервает громкий окрик издалека так как у секция 6 прибыла в ваше распоряжение она поела в наушниках на производ ой кстати по поводу наушниках и производства а ты ронг столовая закрыта так что я сразу пошла тебя искать так как узнает и моя ее не накормили кстати держу в курсе убираю голода у тебя ничего нибудь пожевать чуть-чуть короче ребят какая херня была с увольнением я не знаю первую работу которая была типа по распределению это считается работой или нет это скорее больше практика наверх дак вот попадаю я на свою работу вторую будем считать это именно второй работой а вот и там была забавная ситуация моя вторая работа это был две тысячи одиннадцатый год это ебать того род наоборот было 13 лет назад 13 короче в чем херня я работал тогда канатчиком что это за херь как бы описать мы свивали канаты покрывали их оболочкой и они держали всякое от флагштоков которые там поднимают на разных праздниках дуа примут на эти телевышки хуишки и прочие хери вот эти вот огромные канаты которые установлены по бокам которые удерживают всю эту штуку так вот мы работали по двое а потом внезапно моего начальника моего напарника уволили и я остался один что такое работа вообще канатчика это когда ты выходишь такой а закуриваешь сигун а у тебя уху его туча этих канатных машин они чё-то там свивают то есть вокруг тебя постоянно блять все вращается абсолютно всегда и все ну если ты не дай бог не дай боженьки тебе споткнуться или просто неосторожно что-то сделать тебя намотает и найдет ну найду тебя только блять утром и как бы гг я такой просто два дня поработал вот так вот я эти два дня не у я не делал и как раз смотрел как у меня работает тут по мне прошлая смена оставляла там короче нужно было заряжать эти машины и все такое но я их не заряжал я добивал как бы то что мне оставляла прошлая смена а потом просто курил такое сидел и смотрел типа бля окей отлично классно работаем вот и на второй день я понял что но одна ошибка и ты ошибся и как бы тебя просто нет и я сразу заявление на стул и гг сколько людей бы продолжила работать вот так вот ладно у нас оборона шею и нам это надо потому что гема рекомендуется физой лед но кей тару тебе значит столько же сколько и сервал сервал еще маленькая ло так ну и как-то так так акулабу 300 геом за каждый этап смысле 300 так алло это не шутка хуже когда привыкают к тому к чему-то так это цели и к ми очень часто бывает болит когда они типа знаете ну а теоретика не бьет да вот у электриков это самое самое от нас меня ну да не начинают слишком тебя верить я даже когда 6 лет болеть проработал промышленным электриком на металлургическом заводе я перепроверял упорять всю нахуй ну прям все потому что если чел где-то на прошмачу и четко дед не отключил и меня ебнуло и я помер он получится это срок ну мне же как бы поебать не так ли что он срок там получат и типа мне вообще на этот путь если вас запьет водитель когда вы перед перебегаете на красный его посадят ну вам же наверное на это будет кофер так же да поэтому вот надо думать в этих случаях это все когда от этого зависит ваша жизнь и нужно как бы потому что понятно что пешеход всегда правда он предний всегда быть в этом предправимы пешехода правда прав но кому от этого версия будет чем без дома у себя ремонт дел у меня раза три или четыре ебашила током но это потому что я такой хороший человек я люблю попробовать потрогать я не доверяю прибором это другое поэтому это не относится так ладно следующее погнали мы сейчас просто будем идти 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 куда упрёмся туда упрёмся надо быть внимательным думать головой да 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 ну просто люди знаете у нас нет и они довольно странные они часто думают что типа ну вот бы он там обязан остановиться и все вот это вот бред да он-то обязан на вид но это не остановится его посадят а тебя уже просто не будет поэтому новым комон это по-моему неравно ценно да чуть-чуть пилюшечку просто есть куча таких людей которые бледно-красный перебегают перед машиной как будто они просто бред бессмертные да не сияк только что выпало слышится как у нас осудил максимально не пишите больше 0 сакаку 0 и тиро знаешь как 0 выглядит вот этот бублик да такая штука она она это вот моя сака туда мы сакаку это бублик так а тут и действия время а 825 у нас это сайнер есть и руки а чё нам с этим делается наверное дамажит даже был вариант так бы нет так сейчас опять пока туманком на mdp нато шесть что наши там красиво как в серии мне кажется они покрасивее будут а вот шестой чуть не бросок на 5 мяч 4 розетка да 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 звучит как вот на эти человек который что-то познал в этой жизни х да 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 вот вот кстати химии это человек который знает что соленая вода это по сути сверх проводник и лучше ее не трогать но я просто порой очень сильно поражаюсь тому насколько люди врядь уверены в других людях и они доверяют им свою жизнь вот привет ты не знаешь вода добавят локализацию ближе время или нет инфы вообще ноль но полный ноль ничего буквально а я бы и сам не отказался у меня акулабу должен быть главным джи они вот это все без шуток у меня акулабу должен быть основным дд так не менее дважды 3 ты я на этих поведусь хватило уже как-то вам не кажется что пока этого воск убиваю просто идеально я надеюсь мне ребят не карты да что я должен был сделать в этот момент а это было еще не все молчу да немножко жижненькие но он тогда пилюшечку есть такое дам как бы так сказать там что-то в этом и кейс так как это штука вообще прям не парируется которую сверху типа ну просто сделаем вот так так ладно они слишком дужненькие прям слишком едем дальше с эмпайр ёпть да ёва ты прям вовремя а мы стриму сэм га 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 ну как только закроем эту штуку или попытаемся пусть так спокойствие зачем сбивать и она сбивается она сбивает а его атака которая которую типа нужно правильно сапорировать она сапорировать атака она сбивается серия так и за этого уходит небольшая гг за этого выходит большая гг для меня по крайней мере я вот правда не совсем шарю сколько здесь этажей можно закрыть именно с одной пачкой потому что там же дальше как вон обычно известно вот а сейчас было очень приятно то что ему атака была задача не все это было еще не все и вот и там 5 твари и каждый из них атакует по своему таймингу мне уже больно вот допустим как сейчас вот это топ патварий это же мини-бойщики и у каждого из них свои тайминги за что мне здесь уж прям что-то прям странно странные началось а 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 делает там не с ними что это 3 это без шуток третий этаж но это третий это не четвертый этаж к я а мы едем дальше у меня тут чуточку уровня как бы не хватает повода это дело и с этим есть блин определенные проблемки да если я предыдущий не успел каковы мои шаги шансы успеть этот нет там кстати есть миф определенный а вот что на самом деле это акула молод и на самом деле ее голова это вот вот все что до этого вся акула а ее голова это именно это ее голова и по всякой а я думаю теория имеет право на жизнь а это еще и близко небось походу на сегодня это или прям последний а 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 и это ведь еще наверное не все да а а а а а если это не все то это мгг гг маловато как тебе геймплей в этой идее идеально это геймплей который заставляет тебя учиться не это точно последний зал на сегодня я и здесь то не успею а прикиньте это не последний тварь на этом этаже нет последний русик для вовы в телеграме обувы и снова ашка так ладно давайте лукнем гема и на сегодня как бы гага чего ебать 1200 подождите мне же не показалось да я здоровый человек я мог видеть а скажи я почему ты выбрал вы и за может умный красавчик не 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 выйти потому что вува это у его поэтому так перекрестился юзи игра в которой или ты себя можешь как-то ассоциировать с ггшками вот ну потому что они объективно простые пупсы без всякой хери и я бы предпочел быть и вейзом рядом с которым живет милая сестра чем жить милой сестрой рядом с которым живет выезд но это же свин за ним убирать постоянно нужно это не лучше быть не заботится чем я буду заботиться вайзе вот как бы до завтра тоже должен так ладно давайте лутать крутим крутки и на сегодня будем опа опа это мне это серьезно мне с один ребят гг она дома вайзе мешает от мысли ты комнату вайза видел у меня такая же вот и думай но завтра не раньше четырех это точно по мск м вообще не раньше не до этого ну мои как бы приоритеты короче почему я начал играть именно игром в геншине потому что мне приятнее было бы спасать брата у и сестру юки с тобой все рок вам привет от юки вот типа сама суть поиска сестры она звучит для меня куда более интересный чем поиска брата на выбраться вот почему в х серия я выбрал химию ну то есть женщину потому что да там никакой цели нет и просто визуально для себя мне приятнее видеть девушку нежели не девушку вот а здесь как бы я уже пояснил так так ребят у нас куча гемесов и у нас сакаку c1 внезапно а в буви а там просто чел прикольный буви а там сам по себе мужской гг он выглядит ну типа солидно он прям неплохо выглядит поэтому там да лично в моем понимании он там выглядит как бы более уместно чем девушка гг но это опять же только мое мнение и все такое так если сакаку используют основной пассивный на основной пассивный навык или дополнительную способность время действия усиления увеличится увеличивается на 8 секунд ага он кстати долго выбивал кому из ну что что ребят ребят это она это она это она это еще ты и а я не буду крутить а выше в чате у меня чат того а раз округу выбил не крути копина следующего не 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 нужно сильно давайте мы тогда сегодня это вообще типа крутить не будем проще наверное завтра послезавтра по десятке покрутить вот потому что там 30 будет и все такое не сильно я не сильно я буду крутить я просто хочу уже десятку ну типа 1300 это уже плюс-минус десятки недалеко вот так ладно не как на этом на сегодня пожалуй будем заканчивать спасибо большое за просмотр и пока надеюсь завтра где там мы еще увидимся и и и